Ребят, ребят, всем привет, с вами Клан Тайка, и мы с вами сегодня будем оценивать ваши скины в Роблоксе. Ой, я вспоминаю, да, в прошлый раз книжечка была же, а? Я уже забыл, что это такое. У нас, кстати, не очень-то много комментариев, я в рассмотрении даже не буду смотреть, значит, что-то такое случилось. И, как я всегда говорил, я очень люблю вот такие вот ссылочки, потому что это сразу кликнул, перешёл и даже не знаю, кто это. А это Райан, о, я хотел его оценить, реально хотел его оценить когда-то, потому что у него очень красивый скин, очень красивый, ребят, скин. Я не буду, ребят, говорить, сколько он стоит, он стоит очень много, мне кажется, особенно хвост и вот эта голова, это голова Лисы, я так понимаю, да? Да, по-моему, ещё тело, если не ошибаюсь, есть. Очень крутой скин, он очень классно выглядит. Вот, вот, единственное, вот, ему, кстати, вредит, мне кажется, шарф, я бы шарф бы снял, посмотрел-ка, как бы без шарфа смотрится, может быть, лучше. Итак, у него сразу анимация стоит, я не могу посмотреть, это робот, что ли, да? Господи, что это? Ладно, сейчас кликнем, мне, в общем-то, видите, не наводится, это робот-анимация. Ладно, всё, робот-анимация, с учётом того, что робот-анимация, смотрите, как круто стоит персонаж. А, персонаж, почему он так круто стоит, опять объясняю, ребят, он квадратный. Если бы персонаж сейчас был бы, как вот мы все, как вот мой профиль, мы бы совсем по-страшному бы выглядели и не очень бы красиво. А может быть, тут смешанная, кстати? Может быть, искренне? Нет, робот, робот-робот. Ладно, стоит робот 80 робоксов, ничто не буду говорить особо и подсчитывать общую стоимость, ребят, я не буду. Я в конце только подведу итоги классной, либо фиговой, либо, ну, что-то нужно доделать. Ну, или поставлю, лучше давайте поставлю оценку от 1 до 5. Итак, птичка, как у меня, она бесплатная ивентовская. Ливерпульский, по-моему, шарфик, да, Ливерпуль? Тоже бесплатный. Вот мне вот сам, и пошло самое интересное. Осталось всего лишь ничего, это у нас совсем чуточку. Первое, это вот такие очки от Чичи. Прикольные, прикольные. Они выглядят так, я бы, конечно, даже не рассматривал, вот как я их вижу. Вот как, ребят, я их вижу, я бы их не рассматривал. Но он их одел, ему понравилось, и действительно у него прикольно они смотрятся. Смотрите, как. Прикольно смотрится на персонажа. 20 терабаксов они стоят. Учусь говорить правильно, не робокс-арабакса. А-а-а! Тенку. Это, блин, ну это, я говорю, это с какого-то костюма. Вот мне что теперь тяжело, ребят. Давайте попробую я по хвосту определить. Я помню, что это с какого-то костюма. Тенку тоже, да? Давайте Тенку ведем. Сейчас в каталоге. Каталог, каталог. Я помню, что это в Бодлис. Я уже даже и эти забыл, где у нас. О, вот в Бодлисе и в каталоге, да. Я потому что ее видел. Я видел и такой, нифига себе, она такая. Да, вот она, 250 робоксов стоит вот такая вот Тенку. Я не знаю, кто это такой. Может, какой-то персонаж всеми знакомый. Но ты получаешь вот этот весь скин, вот этот хвост, вот эту шапку и вот этот хвостяра. И вот этот хвостяра и шапку он применил на себе и очень круто смотрится. Вот этот хвостяра мега круто смотрится. 250 робоксов. Ребят, честно, не жалко. У меня анимация, по-моему, столько стоит, сколько вот этот хвост. Это очень круто. Реально, выделяется. Прям вот сразу его видно. Сразу видно Райана, Рейна или как его там. И по 5 робоксов, наверное, вот эти вот штанцы. Адедас 5 робоксов и, наверное, тоже 5. Эть, 5. Да, 5 робоксов, 5 робоксов. Ну, понятно. Это уже стандартные такие вещи, более стандартные. У нас в группе, по-моему, тоже что-то из Адика есть. И фейс, давайте фейс проверим. Но, по-моему, это тоже стандартные. А, это мэн, 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 мэн фейс. Это, короче, он взял тело квадратное, а лицо от нашего профиля, вот, от моего. У меня такой же сейчас. Где мой профиль? Вот у меня сейчас вот мэн лицо тут стоит. Вот, он взял такое лицо себе. Ну, прикольно. Это чтобы, наверное, у него шапка нормально села, потому что на квадратный, наверное, шапка не ставится. Скорее всего, вот из-за этого. Я поставлю 4. 4, наверное, из 5. Потому что мне очень, в принципе, нравится. Единственное, я не понимаю, почему все шарфы эти носят. Вот, не понимаю. Если бы снял шарф и действительно что-то он там закрывает, и у тебя плохо он смотрится, тогда, конечно же, шарф на 5. Потому что с шарфом, в принципе, круто смотрится. Но просто зачем он? Он вот это вот... Ну, мы, в принципе, всегда персонажа сзади видим. И он, как бы, и шарф-то, и мы вообще не наблюдаем. Поэтому вообще не понимаю, почему ты его не снимешь. Ну ладно, поставим пока все-таки 4 из 5. Но, скорее всего, я так думаю, это лучшие у нас сегодня. Из всех оценок. Давайте еще одного вот этого оценивать. Итак, у нас, ребят, персонаж следующий, Тэйч 20 или Эл Тэйч. Непонятно. По-моему, мне кажется, Тэйч просто 21-14. Сразу, ну, видно, все почти бесплатное. Все халявно, кроме... Да-да, майка даже бесплатная. В принципе, она просто на черную вот эту кофту. А вот эта кофта тоже бесплатная. Все, ребят, прям вообще при все прям бесплатно-бесплатно. Даже смотреть-то, в принципе, тут и не на чего. Тут даже ничего, даже не можно не подсчитывать. Но, понятно, что вот эта сколько угодно может стоить. Но она, по идее, фри. Да, она бесплатная мальчика. Все. Ну, это вот все тут ляписто. То, что ты вот так вот все равно бегаешь, ведь сзади ты эту майку не видишь. То, что она у тебя есть, не знаю. Я, конечно, оцениваю это на троечку. Потому что, ну, как персонаж все-таки не как шивырят на выворот. Но, например, я бы его не отличал от всех остальных. То есть у нее какой-то отличительной черты нет, ребят. Фух. Зачем? Зачем такое кидать профиль? Не понимаю. Давайте оценим гримлок. Он там что-то менял со скинами. Не знаю, почему-то захотел гримлок оценить. А то он будет опять обижаться, может быть. Я не помню, он меня просил, не просил. Так, гримлок ничего не поменял. Просто я помню, он мне кидал профиль, то, что он красного себе сделал. Ладно. Ну, будем его оценивать как синего. Так, у него есть уже анимация. Какая? Какая-никакая? Либо это стандартная анимация. Чего-то не очень понимаю. Блин, господи. Чего мне тогда анимация-то не открывается? Нет, это стандартная анимация. Офигеть. Это стандартная анимация. Я немножко напутал. Стандартное лицо, но лицо ему и не нужно. Футболка и кофта по 5 аэробаксов. Причем, причем вот это, по-моему... Нет, марчмелка. Это просто марчмелка, кофточка синенькая. И штанцы, по-моему, адиковские. Да, с адиковскими красавками. Как я говорил, желательно, ребят, берите с белыми подошвами. Потому что был уже один ивент, и там нужно было по стенам бежать. А если у вас другого цвета подошвы, вы не бегаете по стенам. Ну, конечно, там что-то можно другое одеть. Что-то стандартное. Но желательно, чтобы у вас комплект штанов всегда был с белой подошвой. Я думаю, у гринлока такой есть. Так, это, по-моему, халява. Да, это халява. Волосы. Вот это вот ниндзи я уже, по-моему, делал. Говорил, 12 аэробаксов стоит эта штука. И вот самое дорогое, это мечи. Они 150 аэробаксов стоят. Почему? Потому что у меня такие же похожие мечи. Да, 150 аэробаксов. Вот у меня вот такие. У гринлока вот такие. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Конечно, я говорил то, что волосы, смотрите, вот вылетают из этой вот штуки. Всегда люблю такой дотошный к этим всем персонажам. И, грубо говоря, у тебя из-под шапки волосы вылетают. То есть ты вот сзади вот и бежишь, неужели тебя не напрягает? Не понимаю. Я на той месте вообще бы попробовал бы снять волосы, как бы это смотрелось. Либо, наоборот, попробовал не одевать эту маску. Что-то у тебя... Вот я говорю, вот это... Вы пытаетесь совместить волосы с шапками. Вот поэтому у меня профили без волос. Так, 3D. Покручу своего персонажа. Видите, у меня без волос. То есть я бегу, я знаю, что у меня в кипоне, но без волос. А так бы у меня волосы, вот такие же бы волосы, и из-под шапки были бы видны. И это не очень-то приятно смотрится. Но это если это понимать. А так, вроде прикольно. Вот, то есть на первый взгляд уже прикольно смотрится. И то вот тут что-то такое, непонятно. Шея типа проглядывается. Но, все равно, я говорил всегда, мы персонажи видим сзади, поэтому сзади вот такой будет. Итак, это тогда профиль тоже на 4, все-таки оценочку 4 из 5. Но, все-таки, давайте тогда подведем итоги. У нас тогда Rain у нас будет на, все-таки, 5 из 5 из сегодняшнего дня. Я так и знал, что он будет на топе. Но тут, кого бы я не открыл, тогда у нас будет теч на 2 из 5, ну и гримлок где-то на четверочку. Потому что, все-таки, в профиль вложенный. То есть, другого такого гримлока я, в принципе, не видел. Но, в принципе, что-то неплохо. Хотя, у кого-то что-то похожее было уже. Кто-то, я помню, побегал. Я говорю, нифига себе, что, у гримлока все скопировал. Говорю, типа, нет, нет. В общем, вот так, ребят. Ребят, а мне осталось вам только напомнить, как участвовать в оценочке скинов в Роблоксе. Итак, вам нужно написать свой комментарий с вашим ником. И чтобы я вас заметил. Это первое. Либо второе, оставить ссылочку на ваш профиль. Это самое простое для вас. И как-то так. Ну, вот, например, вот уже трое. А все равно вот один кто-то не попал в оценочку. То есть, я тоже понимаю то, что не все любят ссылочки кидать. Потому что ссылки YouTube тоже особо не любит. Видите, каждый будет комментарий с ссылкой. Это будет неприятно, я думаю, для YouTube. И я, правда, не знаю, как это на самом деле будет. Я сам советую, знаете, как сделать тогда, чтобы лучше было? Просто комментарии оставить, написать своим ником. И где-то через час попробовать ссылку написать. И думаю, там все будет нормально у вас. Вот. Это первый вариант. Второй вариант через донат. Но донат я, кстати, бы не намекал бы. Потому что обычно, я говорю, я оцениваю, ребята, от 50 рублей. Но в последнее время от 50 рублей. Но почему именно от 50 рублей? Я просто еще на 50 рублей даю 50 робоксов. Я даю 50 робоксов, и еще ребята прилетают в оценку. Но обещать не обещаю. Поэтому я и даю 50 робоксов. В том плане, нужна человеку оценка или не нужна. Могу 100% в оценку попасть. Вы можете мне задонатить 50 робоксов. О, 50 рублей. Я вам даю 20. Робоксов и оценку 100%. Ну, в таком ключе только. Ребят, ну а с вами был Клан Тайка. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова